История, о которой пойдет речь в этом видео, произошла более 40 лет назад. Исчезновение Линды Стрейд в 1982 году навсегда изменило жизнь всех, кто ее знал. Виновного в ее убийстве не могли установить десятки лет. Как оказалось, в этом регионе действовало несколько серийных убийц. И все же справедливость восторжествовала. Но пока преступника не поймали, от его рук успели пострадать другие жертвы. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Тогда мы с вами обсудим детали этого дела. Подписывайтесь и на телеграм-канал Таинственных Историй. Там публикую не вошедшие видеоматериалы. Спокан, штат Вашингтон, 1982 год. Это был очень спокойный город с населением чуть больше 170 тысяч. Он считался безопасным и потому был идеальным местом для воспитания детей. Местные жители нередко даже не закрывали двери своих домов. 15-летняя Линда Стрейд училась на втором курсе средней школы. Помимо этого, она играла в местной юношеской баскетбольной команде. 26 сентября 1982 года она пошла в магазин возле дома, чтобы купить средства для химической завивки волос. Мама попросила ее заодно купить бутылку молока. Это был последний раз, когда она видела дочь живой. Магазин Safeway, в который пошла девочка, находился всего в 150 метрах от дома. И мама ждала ее обратно минут через 10. Но дочь так и не вернулась. Через какое-то время отчим девочки, Джордж Регланд, отправился на поиски Линды. Мужчина безуспешно искал подростка по всему району до темноты. Супруги обзвонили друзей девочки, но все было тщетно, никто не видел Линду. В итоге они обратились в полицию с заявлением об исчезновении человека. Но поскольку подростки в этом возрасте довольно часто сбегают из дома по собственной воле, активных поисков предпринято не было. На следующий день местный житель отправился на рыбалку на реку Спакан, неподалеку от Плантес Ферри парка. Подойдя к реке, он увидел плавающее в воде безжизненное тело. Вызванные рыбаком полицейские сразу же поняли, что перед ними та самая, пропавшая накануне Линда Стрейт. Судмедэксперту было очевидно, что причиной смерти стало удушение, скорее всего ремнем. Других видимых повреждений на теле заметно не было, разве что сломанный ноготь. Погибшая была полностью одета, но тело пробыло в воде с воскресной ночи до утра понедельника, и многие следы смыло водой. Тем не менее, было установлено, что девушка подверглась надругательству, а под ее футболкой нашли наволочку с вышивкой, не принадлежащую Линде, на которой сохранились не только волосы жертвы, но и биологические следы убийцы. Предположили, что перед смертью Линде ее одевали на голову. Рыбак совершил свою страшную находку в 18 километрах от дома Линды, но детективы были уверены, что убийство произошло в другом месте, и тело отнесло течением. Так и оказалось, в лесистой местности вдоль реки Спакан, в паре километров от места находки, обнаружили не только следы волочения, но и отпечатки обуви двух человек. Судя по всему, преступник был обут в теннисные туфли. Полицейские начали опрашивать родственников и знакомых девочки. В разговоре с одним из одноклассников возникло предположение, что девочка не особо ладила с отчимом. Но это не было подтверждено. Брат погибший, находившийся в то время в Канаде, говорил, что отчим, Джордж Регланд, был хорошим парнем и прекрасно заботился о его матери и сестре. К тому же он сотрудничал со следствием, и ничего говорившего о его виновности найдено не было. Через некоторое время в полицию обратился парень, работавший напротив магазина, куда ушла девушка. Он рассказал, что в его ночную смену, через два дня после исчезновения Линды, около 11 вечера в его магазин пришел мужчина с окровавленной рукой. А на вопрос, что случилось, ответил, я убил кое-кого. Неизвестный купил бинты средства для обработки ран. Личность этого человека так и не удалось установить. На отпевание и похороны Линды пришли сотни людей. Там были как все знавшие девочку, так и посторонние, проникшиеся этой трагической историей, о которой было много сказано в местных средствах массовой информации. «Я был в Канаде, когда мне позвонил отчим, но по одному его тону я понял, что сестры больше нет в живых. Меня поразило, что убийца все еще на свободе, и никто не знает, кто он такой. Я был готов сам найти преступника и разобраться с ним», говорил брат Линды Джон Стрейд. «В последний раз настолько громкое подобное дело, завершившееся трагедией, произошло в Спокане в 1959 году, за 24 года до убийства Линды Стрейд. Тогда похитили и лишили жизни Кэндис Роджерс, продававшую мятные конфеты неподалеку от дома». Несмотря на то, что в те времена не существовала технологии изучения ДНК, детективы сохранили все улики, связанные с этим делом. И в 2021 году убийца был установлен. Им оказался 20-летний, на момент совершения преступления, Джон Рэй Хофф. Хофф не остановился на Кэндис, но следующая его, по крайней мере из известных, жертва выжила. Преступник провел в тюрьме всего полгода, но жизнь его сложилась все равно незавидно. Он покончил с собой в возрасте 31 года. Как раз тогда, когда его дочери исполнилось 9 лет. Столько же было и Кэндис Роджерс в 1959 году, неподалеку от которой на кладбище много лет покоился сам Хофф. Но Хофф умер в 1970 году и не мог быть причастен к делу Стрейд. Но незадолго до смерти Линды в Спакане случилось другое похожее похищение. К счастью, тогда Сьюзи Джонсон удалось выжить. 18-летняя девушка перенесла такое потрясение от нападения, что не могла вспомнить внешность преступника. Поскольку детективы предположили, что этот же человек мог быть причастен к нападению на Линду, пригласили специалиста, который ввел Сьюзи в гипноз. Но и это не помогло. Она не вспомнила ничего нового. Проходили недели, потом и месяцы, но никакого продвижения в расследовании не происходило. Имевшиеся в то время методы ведения следствия не позволяли выявить связь кого-либо с этим делом. Но через 8 месяцев после случившегося с Линдой Стрейд Спакане произошло еще одно громкое преступление. Две 8-летние девочки, Натали и Темми, играли в футбол на поле своей школы «Тренд» в Спакан-Велли. К ним подошел мужчина и попросил помочь ему найти ключи, которые он якобы потерял в машине. Подружки согласились, и подгадав момент, злоумышленник закрыл их в салоне. Он возил их до темноты, пока не привез в безлюдное место. Там Натали сумела сбежать. Темми же это не удалось. Надругавшись, преступник душил ее. Но Темми удалось выжить. Она очнулась и добралась до ближайшего дома, где ей оказали помощь и вызвали полицейских. Пострадавших госпитализировали, а место происшествия начал изучать детектив Дон Маккейб. Каково же было его удивление, когда к этому месту подъехала машина, водитель которой точно подходил под данные девочками описания. Задержанным оказался 39-летний Арби Дин Уильямс. Его опознали пострадавшие, и в итоге под давлением улик он признался в двойном похищении. Учитывая сходство этого случая с делом Стрейт, Уильямса также допрашивали о причастности к смерти Линды. Но он категорически отрицал свою связь с тем убийством. К тому же никаких улик против него не было. Суд приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет. Но арест Уильямса не положил конец начавшейся череде похищений девушек с Пакане. В 1990 году был арестован Мартин Сандерс. Его подозревали в похищениях и убийствах, совершенных практически таким же способом, как похитили и убили Линду. Более того, он оказался практически соседом Стрейтов. А его дочь Молли была одногодкой погибшей. Они вместе ходили в школу, дружили, и Линда нередко бывала в доме Сандерсов. Но отец Молли пугал девочку. Он все время странно наблюдал за ними, и в итоге она перестала ходить в гости к Сандерсам. Она стала встречаться с подругой только в школе, и после уроков на баскетбольной площадке. У подозреваемого взяли материал ДНК для сравнения с полученным с наволочки профилем подозреваемого. Результаты не совпали. В 80-е годы в Пакане действовал серийный убийца, также по имени Мартин Сандерс, совершавший преступление тем же способом, которым убили Линду Стрейт. Его признали виновным в двух убийствах, а подозревали еще в целой серии. Более подробно о нем я расскажу в отдельном видео в телеграм-канале «Таинственных историй». Ссылка указана в первом комментарии под видео. Следователи Майк Массонг и Дон Маккейб продолжали работу над делом Стрейт, опросив около тысячи человек. Более того, найденную на теле наволочку дважды отправляли на анализ ДНК в 1989 и в 1998 годах, но результаты обоих тестов не выявили виновного. Когда детективы Массонг и Маккейб ушли из-за дела по раскрытию убийств, дело Стрейт перешло к новому следователю, Тиму Хайнцу. В 2003 году он отдал наволочку с биологическими следами преступника на современное исследование в частную лабораторию. Через месяц пришел ответ, сообщивший, что найдено совпадение с одним из старых подозреваемых, которому оставалось всего несколько дней до слушания по условно-досрочному освобождению. Этим подозреваемым был уже хорошо известный правоохранителем Арби Дин Уильямс. У Уильямса вновь предали суду. Родственники Линды, ради того, чтобы в течение трех недель не выслушивать страшные подробности последних часов дочери, позволили преступнику пойти на досудебную сделку. Он признался в убийстве Стрейт и получил наказание в виде 20 лет заключения, но это было так называемое наказание без определенного срока. О тонкостях исполнения которого семья девочки тогда не знала. Уильямс заявил, что если бы была применена смертная казнь, он бы согласился признать себя виновным, потому что устал отбывать срок. «Иногда мы говорим, что сожалеем о том, что делаем. Большинство людей сожалеет только о том, что их поймали. Я не прошу вас о прощении, я не заслуживаю никакого прощения», говорил Уильямс на суде. Преступник вообще был довольно многословен во время процесса, но не стал рассказывать, почему выбрал Линду и как именно похитил ее. «Тэмми Уэйлин, пережившая нападение Уильямса через 8 месяцев после Линды, присутствовала во время суда над ним. «Я тоже стала жертвой этого монстра и выжила. К сожалению, я знаю, что Линда пережила в свои последние часы, потому что я тоже через это прошла. Я должна была пережить это, чтобы указать на него и убрать его от людей. Потому что ты бы не остановился», сказала женщина, повернувшись к Уильямсу. «Даже смерть недостаточно хороша для тебя. Ты не можешь сейчас на меня смотреть, не так ли?» К 2019 году Уильямс отбыл 15 лет из 20 за убийство Линды, но уже подал прошение на досрочное освобождение. Родственники и знакомые жертвы собирали подписи против освобождения преступника. В итоге Совет по пересмотру приговоров с неопределенным сроком наказания не просто отказал Уильямсу в УДО, но, как указывается, продлил заключение еще на 15 лет. Отчим Линды, Джордж Регланд, говорил, что если бы виновного приговорили к смертной казни, то он смог бы исполнить приговор и, возможно, с улыбкой на лице, как он выразился. «Я думаю, что смог бы это сделать, потому что я много лет мучился из-за ужасных вещей, совершенных с Линдой до и во время ее убийства. Боже мой, как человек может сделать что-то подобное с кем-либо?» сказал мужчина. «Для семьи, наконец, все закончилось, хотя, конечно, наказание этого человека не изменит того, что случилось. Прошло уже столько лет, но каждый раз, когда я вижу фотографию сестры, мыслями возвращаясь в тот далекий день, это останется со мной навсегда», говорил Джон Стрейт, брат Линды. Это было довольно запутанное и сложное для расследования дело. О каком еще интересном преступлении вы хотели бы посмотреть видео? Напишите в комментариях.